Взвод. История разведовзвода ЛНОБ «Заря» в памяти погибших товарищей. Глава 22. Сокольники. Последний бой вместе. В конце октября 2014 года в «Заре» остаются три человека из первого состава разведки. Андрей, командир «Зари», Бабай, начальник штаба и поэт ПКБА, помощник командира батальона по артиллерии. Перестройка «Зари», как и всего ополчения, идет полным ходом. Из батальона уходят танкисты. Они образовывают танковый отдельный батальон. Грады становятся основой реактивно-артиллерийского дивизиона. Саушники – основой своего дивизиона. Голубичники – основой своего. Разведка, как отдельный взвод, расформирована окончательно. Что-то подобное создается в роте Кэпа, который является заместителем Андрея. Но это уже не та разведка и не те люди. Осень, наступившая после первого Минска, давит на психику. В начале войны план был более-менее ясен – выдержать первый удар и затем идти на Киев. Жизнь, как обычно, внесла свои коррективы. Людей в ополчении весной и летом 2014 года было катастрофически мало, даже для обороны города, не говоря уже о каком-то наступлении. Потом, после Хрящеватого, народ потянулся массово, но и украинцы провели очередную мобилизацию. Обе стороны увеличили, научились воевать, и любое наступление по степи, особенно с форсированием рек, имеет все шансы превратиться в мясорубку. Линия разграничения в районе Луганска, прошедшая по Северскому Донцу, вызывает смешанные ощущения. С одной стороны, хорошо, что враг за Донцом. С другой – от Донца не так далеко до Луганска, как хотелось бы. Филин увольняется из ополчения. Маляр переходит в другое подразделение. Поэт, являясь ПКБА, по-прежнему работает в паре с Балу. Они постоянно куда-то ездят на микроавтобусе, и их почти везде сразу узнают. Во-первых, Балу – всеобщий любимец. Во-вторых, номер микроавтобуса, как и тяжело забыть. С этим номером связана история, происшедшая некоторое время назад. В эту историю вряд ли поверит тот, кто не был в армии, но она совершенно не удивит служившего, а особенно воевавшего. Некоторое время назад Балу с поэтом должны были на микроавтобусе срочно вывезти боекомплект минометчиком. Приезжают на автодвор, заправятся и сталкиваются с неожиданной проблемой. Нынешний главный техник батальона, поэт пока даже не знает, как правильно называется его должность, «Дядя Саша» с позывным «Полезный» неожиданно вводит положенные порядки. Топлива не могу дать, у вас номера нет на бусе. Номера на бусе действительно нет. Какие номера могли быть летом 2014 года у автомобиля и ополчения? Тогда лист А4 на лобовом стекле, где написано, что транспорт принадлежит батальону «Заря», подпись Андрея и печать батальона. «Дядя Саша», «Какой номер?» Поэт старается сдерживаться. «Любой?» «Какой угодно найдите и нацепите, вон их в автодворе сколько было». Действительно, раньше в гараже лежали грудой старые украинские военные номера, черные. Но сейчас их нет, растащили неясно зачем. Вряд ли у кого-то ухотела бы ума ездить по Луганску на украинских военных номерах. «Дядя Саша, нам ехать нужно срочно, через 20 минут максимум выехать. Где мы тебе номер сейчас возьмем? Заправь, мы нароем до завтра какой-нибудь». «Не могу и не просите. У меня указание заправлять только по маршрутным листам и вносить в ведомость номер. Маршрутные листы я подготовил и заполню сам даже, но только с номером». «Дядя Саша, мы БК везем. Он там нужен. Посмотри сам, если не веришь». «Верю, но без номера заправить не могу». Поэт начинает понимать, почему дядю Сашу прозвали «полезный». Ссориться не хочется. В ледяных глазах дяди Саши четко видно железобетонное осознание своей правоты в четком выполнении приказов вышестоящего командования. Но ехать-то нужно. У поэта понемногу начинает шуметь в голове, подкатывает тонкая звенящая злость. Контузия редко делает людей толерантными. Чтобы не сорваться, поэт резко отходит от полезного к бусу, где за рулем сидит улыбающийся Балу. Балу, понимающий, глядя на поэта, молча раскуривает две сигареты и одну протягивает поэту. «Слышал?» – спрашивает поэт, затягиваясь. «Слышал, Малин! Хрена теперь делать с этим!» «Поэт, не парься! Десять минут есть!» «Двадцать! Только где номер взять?» «Не парься! Сейчас!» Балу вылезает из-за руля и машет кому-то рукой. «Юрьевич! Юрьевич!» «О! Балу! Что там у вас случилось?» – весело отвечает Юрьевич от боксов. «Ничего, но помощь твоя нужна!» «Моя? Чем?» «Номеров нет никаких?» «Нет, нету, разобрали все!» «Жаль, очень жаль, очень нужно!» На секунду зависает Балу. «Да ясное дело, разобрали!» – раздраженно вставляет поэт. Балу соображает ровно секунду. «Похоже, что-то придумал!» «Поэт, расслабься!» – улыбается Балу. «Сейчас сделаем!» Балу быстро идет к Юрьевичу, о чем-то разговаривает с ним, затем они вдвоем уходят в бокс. Балу выходит через минуту с банкой краски и довольный подходит к бусу. «Поэт, дай штык-нож!» Поэт, еще не понимая происходящее, протягивает Балу штык-нож. Балу срезает с ближайшего дерева ветку, быстро распушивает обломанную часть штык-ножом и приседает возле бампера. «Поэт, заинтригованный, вылезает из буса. Растрепанной веткой, словно кисточкой, яркой желтой краской, на месте номера на бампера микроавтобуса Балу пишет «ЛНР-007». Выбрасывает ветку-кисточку, быстро относит краску Юрьевича и убежит куда-то за гаражи. Оттуда возвращается с недовольным полезным. «Вот номер», — говорит Балу мягко, но настойчиво. «Номер же?» «Ну, номер», — с сомнением отвечает полезный, глядя на свежую с потеками надпись на бампере. «Вот и хорошо. Теперь маршрутный лист выписать можешь?» «Ну, да, наверное». «Почему «наверное»?» «Ну, странный номер какой-то». «Почему это странный?» — возмущается Балу. «Ты же сам сказал. Любой номер». «Ну, а почему именно так?» «Как же почему?» «ЛНР, потому что Луганская народная республика», «007, потому что разведка». «А-а-а-а, точно!» с облегчением соглашается полезный. Достает из черной кожаной папки маршрутный лист и быстро заполняет его. Дойдя до графы номер «ТС» Пару секунд колеблется, но затем все-таки пишет ЛНР-007. Под этим номером микроавтобус будет фигурировать в документации батальона «Заря», пока ЛНОБ «Заря» не превратится в безымянный первый МСБ. Болос поэтому на микроавтобусе ЛНР-007 едут в Краснодон, встречать на границе человека. Микроавтобус заводится только с толкача, накрылся стартер и нового пока нет. Поэтому Болу, в основном сидящий за рулем, каждый раз старается остановиться так, чтобы микроавтобус стоял носом под горку. Тогда для запуска достаточно выжать сцепление, подождать пока микроавтобус разгонится и включать вторую. Хватает двигатель, хоть и дизельный, слава богу, с полтыка. В Краснодоне, немного покрутившись, Болу находит место прямо возле границы, где идет не резкий, но длинный спуск. Чуть сдав задом, Болу глушит микроавтобус прямо напротив магазина в частном секторе. Обычная сельпо с современным налетом. Главное для Болу и поэта, что в нем есть сейчас пирожки и горячий кофе. Поэт, мне с картошкой, говорит Болу. Хорошо. А ты? Я с капустой. Поэт идет в магазин, берет два кофе, пакет с пирожками и возвращается к микроавтобусу, вокруг которого уже собирается несколько человек в форме и с оружием. Здорово! Аккуратно начинает разговор поэт. Поэт, все нормально, успокаивает Болу. Этих ребят я давно знаю. Правда, их сюда аж из Донецка принесло. Зачем хорошим? Закем? Отвечает один из знакомых Болу. Человека встречаем. Хорошо. Болу и поэту ждать приходится долго. Их человек все не едет. Пока поэт идет за кофе в очередной раз, Болу уже находит вариант на месте. Поэт, говорит Болу, когда поэт возвращается. Час у нас еще есть? Да хрен его знать, есть, наверное. А что? Да подсказали, где можно стартер сделать. И просят, вроде недорого. Если ничего страшного нет, канистрой солярой обойдемся. Говорят, бывает в этих стартерах фигня какая-то. Ну? Давай я съезжу, а ты подожди пока. Давай. Болу уезжает. Поэт, чтобы не стоять на ветру, спускается вниз к самой границе. Парадоксально. Граница, вот она. За этой линией совершенно другое государство. Хотя люди поэте и те же. Или не те. Поэт, выросший в союзе, до сих пор не может разрешить это противоречие. Поэт закуривает и становится немного в стороне от движухи донецких друзей Болу. У них какое-то оживление. Похоже, дождались, кого ожидали. Действительно, мимо поэта проходит несколько ополченцев, с ними человек в черной куртке и джинсах. Видеть человека в гражданской одежде поэту уже диковато. Донецкий проходит практически вплотную, и один из них неожиданно притормаживает. Поэт, знакомься, говорит он, показывая на человека в черной куртке. Захар Прилепин. Поэту не совсем ясно, зачем Донецкий так выделяет тоном имя и фамилию спутника. Поэт пожимает плечами, вежливо называет свое имя и фамилию, протягивает Прилепину руку. Прилепин смеется, жмет руку поэту и идет дальше. Донецкий следует за ним, глядя на поэта, как на странного человека. Ну, выпал поэт из современной культурной жизни. Так получилось, что до этого дня он даже не слышал, кто такой Захар Прилепин. С Глебом Бобровым у поэта также получается забавная история. Поэт еще до войны читал эпоху мертворожденных. Ему дал почитать эту книгу его товарищ, который вообще бредил этой вещью. Бобров принимает поэта в союз писателя ЛНР. Но даже познакомившись с Бобровым в Луганске и услышав, что Боброва зовут Глеб, поэт с ним общается, но только не сразу соображает, что это тот Глеб Бобров, тот самый Глеб Бобров. Болос поэтам возвращаются на объект. Поздно, осень, вечер. Уже совсем темно. Деревья еще с листвой, она еще даже не вся желтая. Но в воздухе уже разлиты первый холод и какая-то тонкая, непередаваемая осенняя тоска. Разговаривать не хочется. Балу молча крутит руль. Поэт молча смотрит в окно. Теплый воздух, дующий из торпеды и мягкие покачивания микроавтобуса успокаивают и навевают легкую полудрему, из которой внезапно выдергивает резкое торможение микроавтобуса. Поэт подтягивает автомат поближе к себе. Балу сворачивает на обочину и останавливается. Выключает фары. За стеклом видны черные движущиеся фигуры. Поэт аккуратно между сидениями наводит автомат на дверь микроавтобуса и мягко сбрасывает предохранитель. Но, посмотрев за окно еще раз, видит какой-то знакомый, но еще не узнанный силуэт из воразличимой в свете луны, пробивающимся сквозь тучи. Присмотревшись, поэт резко узнает силуэт и стоит автомат на предохранитель. Град. На обочине шоссе, немного впереди микроавтобуса, стоит град. Чуть дальше и еще один. Поэт смотрит в окно назад. Там, в тени деревьев, практически ничего не видно, но характерное, аккуратное мелькание слабых фонариков, которые не поднимают так, чтобы луч ушел вдоль шоссе или, не дай бог, посмотрел вверх, говорит достаточно. Там установлена буссоль, возле которой мелькают несколько человек. В это время к микроавтобусу подходят и аккуратно стучат стволом в дверь. Балу протягивается от водительского сидения и открывает дверь. Военная комендатура. Парни, куда? Спрашивает человек одним быстрым взглядом, окинув и оценив обстановку в микроавтобусе. На объект, отвечает поэт. Мы там стоим, сейчас возвращаемся. Сейчас нельзя, придется подождать. Что началось? Спрашивает поэт, кивком показывая награды. Не знаю, коротко отвечает комендатч. Наше дело перекрыть движение. И никак нельзя? Не, парни, никак, без обид, но приказ четкий. Никого. Ясно, мы подождем тогда. Да, откатитесь назад хотя бы на полкилометра. Ясно. Балу, даже не разворачиваясь, аккуратно сдает задним ходом, останавливается и глушит двигатель. Поэт в это время раскуривает две сигареты и протягивает одну балу. Что думаешь, началось, спрашивает балу. Ему, как и поэту, затянувшиеся перемирия давят на психику сильнее, чем боевые. Хрен его знает, не пойму. По ощущениям вроде бы нет, отвечает поэт. Если нет, поэт, я скоро тогда уезжать буду. Куда? К себе. Чем смог, тем помог. Войны уже нет. Что тут делать? Служить, как-то неуверенно отвечает поэт. Не, поэт, служить это не по мне. Я сюда воевать приезжал. Армия мирного времени не мое. Понимаю. Поэт, без обид? В смысле? Ну, что я уеду? Да какие обиды, тебе спасибо, что приехал. Помог все-таки нам. Нам? Неожиданно смеется балу. Ты ведь тоже не местный. Ну, да. Поэт вдруг вспоминает, что и сам он не местный. Перекати поле. Слушай, поэт, неожиданно говорит балу, приезжай ко мне. В Москву, поэт пародийно растягивает А. В Москву, соглашается балу. Ну, может и приеду когда-нибудь. Когда? Не успокаивается балу. Не знаю. Да воюем и приеду. Приезжай, может что придумаем. Жить-то нужно как-то. Не все же воевать. Может и так. Только здесь нужно довести до конца логического. Слушай, поэт, а вот как ты планируешь дальше? Тебе же и ехать некуда. Некуда. Да и зачем? Ну как? Вот, предположим, все сложилось. Вы победили. Ты к себе в Днепропетровск возвращаться будешь? Нет. Ну, это ты сейчас говоришь. Не в этом дело. Что я там забыл? Ну, дом, ты говорил, у тебя там есть. Да и родина твоя там. У меня нет родины. Земля и небо стали моей родиной. Чего? Да это так. Из стихотворения одного не обращай внимания. А, из твоего стихотворения? Да нет, что ты. Из гимна Бадхидхармы. Ясно. Ну, а все-таки? А что все-таки? Ну, куда после войны? До после войны еще дожить нужно. Поэт, хватит, доживешь. Да я и до сегодня-то дожить не планировал особо. Ну, все-таки, куда? Ну, не знаю. Ну, не в Днепр, думаю. Почему? У меня там никого нет. Да и люди там для меня чужие теперь. Ты серьезно так думаешь? Я знаю. Я воевал против них. Вряд ли мне там рады будут. Ну, воевал ты против этих, балукивает в сторону северского донца, за которым сейчас расположились украинцы. У вас наверняка многие против них на самом деле? Может и многие. Только они сидят и молчат. Как и раньше сидели и молчали. Вот из-за таких молчальников нечисти правят. А что им делать было, по-твоему? Да что угодно, здесь же сделали. Но это здесь. Да, здесь люди другие, говорит балу, неожиданно повторяя мысль поэта, которую он никому еще не высказывал. Другие, соглашается поэт. Но в Одессе, когда людей сожгли живьем, уже все ясно стало. Или так, или так. Вот здесь поднялись, а там под диван убежали. Да ладно, мягко говорит балу, не все же храбрые. Дело не в храбрости. Думаешь, мне не страшно было? Под металлистом тем же, под роскошным, под хрящеватым, да и в остальных местах. По тебе не скажешь, тактично отвечает балу. Как говорят Днепропетровские, в мире нет бойца храбрее, чем испуганный еврей. Ты еврей, что ли? Удивляется балу. Нет, хуже. В каком смысле? Я из Днепропетровска. Вот видишь, сам говорит, что из Днепропетровска. Но что дальше после войны? Да не знаю, балун, не кумарь. Я серьезно, у меня есть где жить, есть профессии, есть люди, которых знаю. А ты как? Хрен его знает. Может подамся куда дальше. Куда? В Европу? Обратно в Голландию? Вряд ли. Мне там не очень понравилось. Серьезно? Чем именно? Тесно там. От города до города по трассе бывает метров 600. Если накроют и уйти от людей некуда. Физически. Вот это меня там сильно напрягало. Ну и куда тогда? Да не знаю, балу. Может на Ближний Восток. Там сейчас большая заваруха зреет. Профессия у меня востребованная. Кое-чему научился. Пулемет, грады. Советское оружие везде есть. Получается и специалисты тоже нужны. Думаешь тебе там понравится? Среди мусульман? Я жил среди мусульман. В Голландии, кстати. Среди чеченцев. Мне понравилось. Понимаю, чеченцы бывают разные. Я видел разных. Но мне тогда повезло. Знаешь, как говорят, если чеченец хороший, это хороший человек по-настоящему. Таких среди других народов поискать. Тебе попались хорошие? Повезло. Поэт, если честно, план так себе. Может быть, но хоть какой-то. Главное, что есть хоть какой-то план. И есть движение в нужную сторону. Там, да сбок, образуется как-то. Хм, как-то. Балу, ну хрена мне в Днепре делать. Друзей у меня нет, семьи нет. Из школьной компании пацан под Градами под Иловайском погиб со стороны ВСУ. А я и сам на Градах был. Мы под Иловайском не работали. Но это вряд ли что-то сильно меняет. Ясно, но все равно подумай над моим приглашением. Россия большая. Глядишь, и тебе место найдется. Понял. Спасибо. Только давай для начала до объекта доедем. Долго что-то стоят. Долго, соглашается Балу. Мы когда на прикрытии ездили с Градами, тогда все как-то быстрее было. Что это может быть? Да сам не пойму. Подождем еще и в Зарю ночевать поедем, если они дальше будут стоять. Хрена мерзнуть здесь. Согласен. Возвращаться в Зарю в этот раз не приходится. Но и ждать приходится дольше, чем ожидали. После ожидания, длящегося еще минут сорок, Балу вдруг заводит двигатель. Поэт, дремлющий, завернувшись в буршлат, резко просыпается. Что такое? Снялись. Кивает Балу головой за лобовое стекло. Действительно, Грады впереди разворачиваются. Стреляли? Непонимающе спрашивает поэт. У него, как и у многих, уже выработалась привычка слышать артиллерию сквозь сон. Но сейчас ничего такого вроде бы не было. Нет, просто разворачивается. Что это было-то? Ни хрена не пойму. Я тоже. Может на психику укропом действовали? Наверняка, саркастически отвечает поэт. Именно на психику, никак не иначе. На следующий день выясняется, что сарказм поэта был совершенно излишним. Балу угадывает. Попадает, что называется, в десятку. Накануне, когда Балу с поэтом только собираются выезжать из зари, командование ополчения получает сигнал о том, что в счастье украинцы завели танки, БТР и БМП и погнали их к Счастьянскому мосту. Командование ополчения дает приказ навести на украинскую сторону сразу за мостом два града. К тому моменту, когда возле моста начинается скапливаться украинская техника, грады уже наведены. Командование ополчения звонит украинцам и сообщает координаты точки, на которую наведены грады. Предупреждают, что в случае попытки сунуться через мост, градами разнесут всех, кто там есть. Затем вежливо интересуются, нужно ли доводить ситуацию до крайности. У украинцев резко падает боевой запал. Они горячо клянутся, что просто решили прогреть двигатели и сейчас уже как раз собирались загонять технику в боксы. И вообще, мысли соваться через мост ни у кого и близко не было. Действительно, поездив, подымив возле моста, украинская бронетехника разворачивается и возвращается во своясе. Грады ополчения сворачиваются и едут к себе. Балу включают передачу и аккуратно, лавируя между воронками, ведет микроавтобус на объект. В начале ноября 2014 года позиции 1-й МСБ бывшего батальона «Заря» расширяют до «Сокольников». Позиции под «Сокольниками» занимает рота, которой командует КЭП. Судя по всему, украинцы готовятся к наступлению заранее. 4 ноября 2014 года возле блокпоста у памятника комбату двое ополченцев подрываются на растяжке. Один гибнет, второй остается жив. 5 ноября 2014 года украинцы неожиданно начинают массированный обстрел позиций под «Сокольниками». КЭПовские занимают круговую оборону. В этот день Андрей и КЭП неожиданно заезжают на «Объект-2». «Поэт, в оружейке все в порядке?» – серьезно говорит Андрей. «Естественно». «Людей во взводе почти уже практически нет, но хозяйство, которое поэт готовит к передаче, в хорошем состоянии. Оружейка полна БК, оружие вычищенное и стоит в шкафу». «Отлично! Все, что есть, передаешь КЭПу». «Все?» «Ну, практически. Оружие оставляй. Пока». «К нему минимальный бойкомплект. Все остальное отгружаем прямо сейчас». «Что случилось-то?» «Сокольники месят артиллерии, похоже, попрут скоро». «Блин! Давай, КЭПовские, внизу отгружай». «У поэта протестует все нутро, но ясно, что нужно». «Он берет ключи и открывает оружейку». «О! АГС!» – сразу замечает КЭП. «Это сжихат мобиля». «Но ленты-то есть запасные?» «Есть. Одну я оставляю к АГСу, остальные забирай». «Класс! Воги к нему?» «Вон, валом». «Отлично! Эй, там!» КЭП поворачивается к двери. «Хрена вы там тормозите! Бегом сюда, выносите все». «Не все!» – жестко говорит поэт. «Почти все!» – мягко поправляет Андрей. КЭП молчит и рассматривает ящики с выстрелами для РПГ-7. «А сколочных нет, что ли?» – Андрей поворачивается к поэту. «Ты что, не брал осколочных?» «Да нахрена, не нужны были только кумулятивные и термобары. Осколочных один или два ящика. Вон там!» «Берем все!» – говорит КЭП. «Против пехоты пригодится. Скажу, чтобы к кумулятивным скотчем приматывали болты, гайки и камни. Пусть хотя бы в ветвях над головой шелестит, чтобы не спалось слишком сладко». «Достанут из РПГ до Укров?» – поэт эту позицию еще не видел. «Да, там достанут». «Там рядом совсем», – добавляет Андрей. «Ясно. Что еще можно взять?» – аккуратно спрашивает КЭП. «12,7 под утес. Нормально так. Стрелкотня 5,45 и 7,62. Тоже хватает. Гранаты есть. Но только эвки. Мухи немного совсем. Воги 25,17. Неплохо. Ну и по мелочевке. Коробка пистолетных. Для зушки немного. Даже не знаю, откуда взялись. Пластида. Чуть шнур. Капсюль. Детонаторы. Собственно, все. Оставляй себе по ящику, остальное пусть выносят». Мягко, но с нажимом говорит Андрей. «Да, пусть выносят». После окончания загрузки Андрей подходит к поэту. «Сейчас едем на базу к КЭПу. Ты нужен?» «Я?» «Да, сообщили, уже поперли. У КЭПа на одном джихотмобиле пулеметчик в увале. Найти не успеют. А ты знаешь, что делать». «Ну, нужен так нужен». Когда Андрей, КЭП и поэт заезжают на базу к КЭПу, там уже идут сборы полным ходом. Прогревают двигатели двух БМП и одного БТР. В стороне стоит здешний джихотмобиль. «Поэт, давай туда». «Я думал со своими, с минометчиками». «Поэт, сейчас здесь нужнее. К своим успеешь». «Понял». Поэт ненавидит в критических ситуациях полагаться на непроверенное, тем более на чужое оружие. Но выхода нет. Поэт придирчиво осматривает пулемет на джихотмобиле. «Да нет, все вроде нормально. Смазан, ухожен, лента в коробке уложена аккуратно. Но все равно чувствуется, что не свое. Да и водитель джихотмобиля все не может его завести. В это время мимо проходит Рыжая, которая после разведки перебралась к Эпу. «О, поэт, ты к нам что ли?» «Да нет, временно, мимо проходил. Пулеметчика нет вашего, вот и припахали». «Ну, хорошо. Не соскучился за пулеметом?» «Как летом?» «Соскучился. Но летом тепло было». «Это да». Рыжая бежит дальше. Поэт заправляет ленту в пулемет, загоняет патрон в ствол и ставит пулемет на предохранитель. Ворота базы уже открыты. Колонна, один БТР, один БМП, несколько автомобилей и микроавтобусов начинает выходить в темноту. Водитель джихотмобиля, наконец-то с горем пополам, запускает двигатель и куда-то отходит, оставив двигатель прогреваться. Ноябрьский холод пробирается под бушлат поэта. Так это они еще не едут. На ходу будет веселее. Колонна уже уходит, а водитель джихотмобиля до сих пор где-то лазит. На базе сейчас одна БМП, которую удалось завести, но у которой что-то клинит, из-за чего она не может поворачивать, и джихотмобиль. Это из техники. Из людей, похоже, остается только один человек со сломанной рукой. Андрей перебрасывает последние резервы за грин на Сокольники и 31-й блокпост. Все резервы – это люди КЭПа, один БТР, один БМП, джихотмобиль и оружейку бывшей разведки. Превращение Зари в батальон согласно штатной структуре, когда танки ушли в свое подразделение, грады в свое, ствольная артиллерия в свое, сейчас оказывает неожиданно негативный эффект. Скоординировать действия различных подразделений не успевают. И Заря встречает Айдар под Сокольниками практически так же, как и под металлистом, а в основном со стрелковым оружием. Разве что сейчас в Заре есть минометная батарея. Колонна уже ушла. И тут из казармы бежит водитель. Блин! Поэт старается быть вежливым с незнакомым человеком. Ушли они уже. Где их искать? Да не переживай, я знаю, куда ушли. Сейчас догоним. Да не переживай. Еще одна фраза, с которой на войне часто начинаются проблемы. Водитель выводит джихадмобиль с грунтовки на нормальную дорогу и топит вовсю. Поэт ежится под холодным ветром и пытается хоть как-то спрятаться за стойкой пулемета. Помогает не очень. Джихадмобиль прет по бахмутке, но впереди не видно никаких следов колонны. Далеко уже заехали, если честно. Но нигде ни звукодвигателей, ни мелькания стоп-сигналов, ничего. У поэта под бушлатом звонит телефон. Отворачиваясь от ветра, поэт вытаскивает телефон и засовывает его верхней частью под шапку. Поэт, вы где, блин? Кэп, не ори, я не знаю, куда ехать. Твой же водитель. Мой. Где вы есть? Да по бахмутке идем. Далеко ушли? Да. Нахрена? Не знаю. Ясно, давайте назад, раз такое дело. Затем езжай к своим минометчикам и поднимай их. Заправляйтесь, грузите БК, с утра будет весело похоже. Ясно. Поэт отключает телефон. Давай назад, кричит он водителю. Водитель разворачивает джихадмобиль и едет обратно на кэповскую базу. На базе поэт быстро перебирается в микроавтобус, заводит, включает отопление на полную и едет в зарю. В заре уже беготня, минометчики готовятся к выезду. Командир минометчиков – лошадка. Увидев поэта, сразу светлеет лицом. О, есть микроавтобус, людей, продукты и немного мин. Сюда. Микроавтобус тут же начинают загружать. К поэту подбегает старшина Вася. Поэт, что с топливом? Есть, но немного. Ясно. Эй, кричит Вася кому-то из своих. Сюда две канистры. Поэт, хватит пока? Да пока хватит. Хорошо, с утра выезжаем и, похоже, там застрянем надолго. Рано утром, 6 ноября, Андрей приезжает на позицию и остается руководить боем. Украинцы берутся за дело серьезно. В нескольких местах, через Северский Донец, пытаются навести понтоны, но их быстро размолачивают артиллерией. Затем ударная группа украинцев пытается переправиться на берег ополчения и попадает в засаду. Назад мало кто возвращается. Обстрелы нарастают. В перемешку с обстрелами повторяются пехотные атаки на Сокольники со стороны Крымского. Андрей снимает с 31-го блокпоста последние резервы, чтобы украинские танки не зашли с высот. В этот раз снова заре противостоит батальон Айдар. Неизвестно, что с ними случилось сейчас. Наркотики или что-то еще. Но они просто наступают по полю, даже не пригибаясь под обстрелом. Корректировщик минометчиков позже рассказывает, что картина была как в фильмах о прошлой войне. По полю на Сокольники идут танки. За ними цепи люди в черной форме и с автоматами в руках. Минометная батарея работает из пришиба. Села по дороге на Сокольники. Наступающий Айдаровцев кроют с максимально возможной скоростью, но они продолжают идти вперед. Пришиб не широкий, там даже батарею не удается толком поставить. На небольшом пустыре располагают четыре миномета. И все. Лошадка время от времени получает новые цели и отходит в сторону обсчитывать их. Тогда на огневую его подменяет поэт. Навесить мины. Сделано. А выстрел. Почти одновременный грохот четырех минометов. Заряд на минах большой, почти максимальный. Поэтому огненный сноб и ствола виден даже при свете дня. На огневую приезжают Андрей и Кэп. Некоторое время наблюдают за работой минометчиков. Убеждаются, что все нормально. Затем Андрей едет вперед, в Сокольники, на самую передовую. Кэп задерживается у минометчиков. Отработав еще несколько залпов, минометчики делают паузу, чтобы перенавести минометы на новую точку и подготовить мины до следующих залпов. И в наступившей тишине поэт внезапно слышит, как вдалеке за холмом ревет двигатель, приближающийся БМП. «Кэп, слышишь?» – тихо спрашивает поэт. «Слышу». Также тихо отвечает Кэп. «Наша?» – со слабой надеждой спрашивает поэт. «Нет, наши впереди». «Отлично! И хрена будем делать». Уезжать сейчас нельзя. Впереди, судя по немного слышным звукам боя, пошла самая жара. Но и оставаться рискованно. Из оружия у минометчиков, кроме минометов, автоматы. Пара РПК, РПК, гранаты и РПГ-7 с двумя выстрелами. У поэта в микроавтобусе его фартовая муха. И все. Если БМП выползет на огневую позицию, и ее не удастся подбить с первого выстрела из РПГ, скорее всего БМП просто подавит всех, кто находится на огневой, гусеницами. Даже стрелять будет необязательно. «Хрена делать?» – переспрашивает Кэп. «Да что делали, то и делайте дальше». Поэт отворачивается к минометчикам. «Они уже навелись». Лошадка считает, согнувшись над картой. «Навесить мины». Кэп берет РПГ. Второй выстрел. И в одиночку идет к деревьям на краю холма, за которыми звук двигателя БМП слышен все сильнее. «Выстрел». Залп уходит в сторону Сокольников. «Навесить мины». Пока минометчики готовят следующий залп, поэт бегом мчится к микроавтобусу и достает оттуда свою фартовую муху. Если Кэпу с двумя выстрелами для РПГ не удастся остановить БМП из засады, если БМП все-таки вырвется на пустырь, единственным шансом останется поэт с мухой. Правда, поэту придется встречать БМП лицом к лицу на открытом месте. Подбить БМП в морду, чтобы остановить, не так просто. Тем более, когда механик-водитель и пулеметчик видят перед собой человека с мухой и наверняка понимают, что к чему. Вообще не факт, что в этом случае поэт даже успеет выстрелить. БМП долго ползет за холмом, но на позицию так и не выезжает. Минометная батарея работает беспрерывно. Лошадка то командует на огневой, тогда поэт присматривает за распаковкой мин и навязыванием пучков, то после удачного залпа лошадка обсчитывает новые цели и поэт командует следующими двумя-тремя выстрелами в присыпку. На самой передовой сокольниках тем временем все становится совсем хреново. С утра 6 ноября, как только Андрей приезжает на передовую, начинается первая в тот день танковая атака. Ее удается отбить. Кэповских в селе остается немного. В крайнем доме находятся Андрей, Алютый из казаков и старшина роты Кэпа с позывным «Казак». Украинцы, как выяснится позже, все-таки наводят понтон и успевают перегнать на наш берег несколько единиц техники. На Андрея, Лютого и Казака выскакивает Т-72, обвешанный активной броней. У Андрея автомат, у Лютого автомат, у Казака РПГ-7. «Комбат – это наш или не наш?» – орет Казак. «Да подожди!» – Андрей внимательно рассматривает танк. Танк дает выстрел в сторону ополченцев. «Какой наш?» – «Гаси его!» Казак стреляет из РПГ, попадает в танк, а затем быстро перезаряжает, стреляет второй раз и снова попадает. И тут танк дает выстрел в ответ, почти сразу же второй. Андрей, Казак и Лютый в момент выстрела находятся возле угла дома. Чуть впереди них – куча щебня. Танковый снаряд попадает точно в щебень. Волна осколков и щебня летит в Андрея, Казака и Лютого. Казака убивает на месте. Лютый был немного прикрыт углом дома. Он получает жесточайшую контузию, но остается жив. Андрея каменно-железная волна сносит с ног. В этот день Андрей, повинуясь наитию, утром впервые надевает бронежилет. И сейчас это спасает ему жизнь. Щебень и осколки безнадежно уродуют автомат, висящий на груди, перемалывает разгрузку. Но теряют большую часть скорости и бронежилет уже не пропускает сквозь себя ничего. Но голову, руки и ноги Андрея нашпиговывает щебнем и железом. Когда Андрей приходит в себя, он видит, как танк, дымясь, отходит назад. Кто его подбил, Казак попал или угостил кто-то еще, остается неизвестно. Бой пехоты против пехоты завязывается с новой силой. Кто-то передает сигнал, что на передовой много раненых, среди них комбат. За ранеными отправляют последний резерв на самый крайний случай – БТР. Поэт слышит рев и краем глаза видит, как по дороге через прешип, мимо молотящей минометной батареи, БТР мчится в сокольники. От холма возвращается Кэп с вытянутым лицом и рацией в руке. Поэт чувствует, что что-то совсем нехорошо. Что? Андрей, коротко отвечает Кэп, что с ним? Вроде жив сейчас вывезут. Поэт, готов? Кричит лошадка. Да, подмени. Бегу. Давайте, насыпьте, говорит Кэп. Я пока туда. Поэт бежит на огневую. Мины уже навешаны. Триста. Тридцать. Три. Залп уходит за сокольники. После третьего или четвертого залпа впереди на дороге слышен источный рев приближающегося БТРа. Поэт снова хватается за муху, но откладывает, это возвращается БТР, отправленный за ранеными. На броне за башней лежат несколько тел. Позже выяснится, что еще несколько человек были внутри, просто все не поместились, и тех, кого подобрали позже, клали сверху. Поэтому поэт, судорожно пытающийся рассмотреть Андрея среди лежащих на броне тел в местами черной от крови форме, никак не может его найти. БТР проносится мимо огневой позиции. Позже Андрей не верит тому, что рассказывает поэт, но поэт практически в упор видит, как с заднего борта БТРа кровь почти сплошным потоком льется в мерзанную пыльную землю. «Сворачиваемся!» – кричит лошадка. «Что такое? У корректировщика батарея села на рации, все, да и мин почти нет. Ну, давай сворачиваться». «Вася, подгоняй Уралы и грузитесь!» – кричит лошадка своему старшине. «Уже делаем!» «Так какого вы возитесь?» «Одна плита влипла, не можем выдернуть, нужно Уралом цеплять и дергать». В поле за холмом падает снаряд, затем другой. Похоже, все-таки пошла пристрелка. «Хрен на нее, потом вернемся, дернем. Что, запасных плит на базе нет?» «Есть!» «Ну так грузитесь!» «Людей к поэту в бус по максимуму, пусть первыми идут!» «Мины, сколько можете, в кузова и ходу отсюда!» «Понял!» Через пару часов из госпиталя передают сообщение, что Андрей в тяжелом состоянии, но жить будет. Командование батальоном принимает КЭП. В этот день мясорубка на Сокольниках будет тянуться до глубокой ночи. КЭПовские будут отстреливаться до последнего. Они выйдут из Сокольников только когда у них останется НЗ, по пол рожка и по одной Эвке на человека. Вслед за ними в Сокольники с поля заходят украинцы. Зайдя в село, украинцы быстро разбегаются по домам. Наблюдатель, находящийся в посадке недалеко от окраины, сообщает, что по всему селу слышны частые одиночные выстрелы. Набрав БК и пополнившись людьми, КЭПовские возвращаются отбивать Сокольники, но отбивать не приходится. Ополчение уже действует скоординированно. В темноте выдвигаются грады и накрывают основные силы украинцев, стоящие в поле за Сокольниками. Украинцы отходят назад. Те, которые зашли в село, уходят из Сокольников и присоединяются к своим. След за ними заходят КЭПовские. Проходят все село и занимают позиции на окраине. Здесь и будет проходить линия фронта. Еще долго. Еще долго будут постоянные бои, обстрелы и вылазки. Об этих событиях после 2-го Минска почему-то будут вспоминать не очень часто. Но то, что заревцы называют между собой мясорубкой на Сокольниках, станет одним из самых тяжелых эпизодов войны. Впереди будет еще много событий. Противостояние под Сокольниками затянется надолго, хотя уже не в такой жесткой форме, как первые бои. Андрей будет 4 месяца лежать в областной больнице. В течение нескольких операций из него будут вытаскивать осколки и щебень. Поэт, проведывая Андрея, будет видеть аккуратные полиэтиленовые пакетики, в которых на сложной марле лежат трофеи. Темные неровные кусочки металла и камешки. Некоторые осколки врачи не рискнут извлекать, и Андрей будет носить их в себе. Как говорит сам Андрей, меня теперь через рамку не пустят ни в клуб, ни в аэропорт. В конце ноября, во время одного из затишей, поэт впервые за время войны попадает в больницу. Война мало для кого проходит даром, и накопившаяся начинает понемногу выходить. Пока поэт лежит в больнице, с объекта 2 почти полностью снимает людей. Филин уже давно ушел из ополчения, и джихад-мобиль разведвзвода остается сиротливо стоять возле объекта 2. В одной из ночей ударяют первые заморозки, вода в радиаторе замерзает и разрывает радиатор. Джихад-мобиль батальону не положен по штату, и больше никто с ним возиться не хочет. Своих проблем хватает. С джихад-мобиля только снимают пулемет и передают его в одну из рот. Сам джихад-мобиль еще пару месяцев стоит на спущенных колесах и засыпанный снегом, пока его не оттаскивают на запчасти и металлолом. Однажды, когда поэт заезжает в больницу проведать Андрея, он веет охрану не только возле палаты Андрея, но и возле одной из следующих. Причем та охрана даже больше, чем у комбата Зари. «Кто там?» – спрашивает поэт одного из комбатовских охранников. «Коля, грек», – флегматично отвечает охранник, играя во что-то в телефоне. «Грек? Греков? Заместитель командира Айдара?» – соображает поэт. «Ну да. Блин, какого? Вроде поменять на кого-то собираются. Его еще и охраняют?» «Хе, естественно!» – хмыкает охранник, не отрываясь от телефона. Иначе от желающих зайти проведать и прикладом накидать отбоя бы не было. Позже рассказывают, что после выздоровления грека его действительно меняют на кого-то из ополченцев, попавших в украинский плен. Выйдя из госпиталя, Андрей комиссовывается по состоянию здоровья. Правая рука его практически не слушается и начинает восстанавливаться только через три года. Бабай уходит из батальона на повышение. В Зари теперь уже в первой МСБ убирают из штата должность ПКБА. Поэт понимает, что в позиционной войне от его навыков пулеметчика толку меньше, чем от навыков, полученных в наградах, и переходит в реактивно-артиллерийский дивизион. Жизнь катится дальше. Впереди будет еще много событий. Жесткий январь-февраль 2015 года, когда Луганск будет крыть артиллерией вплоть до ураганов. Ответные выезды градов снова сольются в карусель, хотя и не такую плотную, как в августе 2014. Снова будут вспоминаться удивительно точные слова из песни группы «Белый орел». «Вся жизнь проплывает, как будто во сне. А глянешь на небо – там звезды в огне». Позже будет дебальцевская операция. Там подразделение, в котором на тот момент служит поэт, пехотой пройдет в зачистке города все дебальцево. На позицию подразделения однажды приедет Захарченко. В тот день он будет ранен в ногу. Затем наступающие силы ополчения попадут под огонь снайперши. Снайперша засела в жилом многоэтажном доме. В доме есть местные жители, поэтому дом не решаются снести артиллерии. Снайперша будет вести огонь до темноты. Ночью в дом будет отправлена разведгруппа, но снайперша успеет уйти. После смерти Амины Акуевой поэту попадется ее биография, написанная украинским журналистом. Если журналист писал правду, то вполне возможно, что в том доме была именно она. По крайней мере, все сходится. Под занавес дебальцевской операции подразделение, где служит поэт, примет участие в штурме укрепрайона возле Новогригорьевки. Затем будет второй Минск, который снова переведет войну в позиционную фазу. Будет жестокий шок, вызванный этим событием, и затем медленно наступающее осторожное понимание. Дальше будет идти перестройка ополчения в народную милицию. Будут стремительно исчезать знакомые лица и появляться незнакомые. Та ситуация, когда практически все ополченцы в городе знают друг друга в лицо, как летом 2014-го, исчезнет, будто ее и не было. В жизни будут и моменты стремительного развития событий, и тягучие, и зависшие паузы, и свинцовая неопределенность впереди. Будет еще много чего, и хорошего, и невеселого. Но все это будет позже. Это будет уже после того, как разведвзвод Зари уйдет в прошлое, приняв участие почти во всех боях на Луганском направлении весной и осенью 2014-го года и потеряв девятерых, шестеро тогда и трое позже убитыми. Это уже будет совсем другая история. Здесь заканчивается эта история. Воспоминания о судьбе удивительного подразделения, каких не было раньше и каких не будет больше никогда. История разведывательного взвода Луганского народно-освободительного батальона Заря. Конец По скриптум Сокольники Последний бой вместе Кадры из кинофильма Леонида Канфера «По ту сторону Луны» База роты Погрузка БК Шурави Постоянно доставлял БК в сокольники Сборы Джихад Мобиль Кэповских Заводят БМП С переломом руки остался на базе Уазик Шурави В сокольниках Редактор субтитров М Мойularи После боя Казак погиб на передовой. Лютый, в центре. Андрея бинтует после ранения. Глава 22. Сокольники. Последние бои вместе. Взвод. История разведвзвода ЛНОБ Заря памяти погибших товарищей. Ссылка на предыдущие чтения будет в описании под видео. На моем канале запись всех глав огромное спасибо автору текста.